Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Анжелика, я художник. И сегодня мы с вами будем рисовать масляные пастели. Что это такое? Масляная пастель – это мелки. Всем широко известна пастель сухая. Масляная пастель – это новая пастель, которую изобрели в 1927 году два сводных брата Ямамото. И в 1947 году Генри Гетц и Пабло Пикассо пришли к Синелье и попросили, чтобы он тоже для них сделал масляную пастель, но уже более профессиональную. Чтобы ей можно было рисовать на любой поверхности. На самом деле масляную пастель можно рисовать и на бумаге, и на дереве, и на холсте. То есть она очень удобна. Ее можно брать на пленэр. Поэтому я предлагаю вам попробовать тоже рисовать масляной пастелью и брать с собой везде. Начнем? Сейчас мы нарисуем с вами замечательную птицу фламинго. Это мои любимые птицы, поэтому мы начнем именно с них знакомство с пастелью. Я рисую на черной бумаге. Бумагу можно покупать готовую, а можно загрунтовать. Лучше всего грунтовать акварельную бумагу. Можно грунтовать ее тушью, можно грунтовать ее детской гуашью, а можно писать по белой, рисовать по белой. То есть не имеет значения. Это как вам самим будет нравиться. Мне нравится работать по темной бумаге. Она создает такие более яркие акценты. Давайте попробуем. Значит, фламинго, если мы посмотрим на эту птицу, у нее очень интересный клюв. Он похож на бумеранг. Голова тоже. Нельзя сказать, что это овал. Это скорее больше вот такой треугольник, да, более такой смягченный. Поэтому мы с вами сейчас попробуем нарисовать и вписать эту птицу в наш рисунок. Я начинаю с клюва. Намечаю, где у нее голова будет. И рисую, как я сказала, что такой немножко треугольник у нее. Голова такая немножко треугольной формы. Давайте мы сразу наметим клюв. Он имеет изгиб. Клюв у него тупой. И посмотрите, он практически такой плавной линией соединяется с головой фламинго. Давайте я сейчас возьму сразу пастель, чтобы вам было видно, что я делаю. Я вот уже набросала вот так вот ему голову. Так. Клюв. Масляную пастель можно накладывать механически. То есть мы ее накладываем друг на друга. И она таким образом механически смешивается. Можно смешивать ее еще... Ну, пальцем она хуже смешивается. Если сухая пастель, она хорошо смешивается пальцем, то именно масляная пастель, она пальцем смешивается хуже. Но ее можно смешивать ватными палочками. Так. Рисуем шею, да, смотрим. Если посмотреть на фламинго, он еще похож на такую цифру 2. Да, если вот мы просто рисуем, представьте, что это цифра 2. И у вас сразу все получится. Так. И толщину шеи тоже делаем. И вот здесь вот у него пойдет туловище. С перышками. Так. И давайте посмотрим, как можно накладывать масляную пастель. Я выбираю мелки, которые подходят для фламинго. Это розовые. Даже оранжевые. Различные красные. То есть фламинго, который у меня, он достаточно яркая форма. Бывают они более-таки нежные, более розовые. Соответственно, вы выбираете под свою задачу, под свою картинку, да. Сейчас мне достаточно будет этих мелков. И давайте посмотрим, как их можно накладывать. То же самое. У нас с вами есть темное, светлое. Да, есть тени, есть свет. Поэтому мы идем согласно этому. Ну, давайте начну прямо отсюда. Можно накладывать вот прям такими штрихами. Я нажимаю сильно на мелок, чтобы перекрыть им бумагу. Накладываю следующий, смотрите. И прямо вот поверх прохожусь. И происходит механическое смешивание на бумаге. Если мне нужно более светлый. Смотрите, вот я накладываю светлый. Он сейчас достаточно светлый, да, даже очень яркий. Мне нужно немножечко потемнее. Я их снова смешиваю. Очень много сейчас брендов, которые производят масляную пастель. И дети очень любят рисовать масляную пастель. Но я думаю, что и взрослые с удовольствием попробуют рисовать. Потому что это очень яркий материал. Он состоит просто из пигмента и минеральных масел. И очень удобно то, что он... Его, во-первых, не нужно закреплять. В отличие от сухой пастели, да. Мы можем нарисовать с вами работу, оформить ее в рамку. И ничем не закреплять. Так что техника очень такая молодая. Ей получается меньше, чем сто лет даже. Если братья Мамото изобрели, то она использовалась больше как для детского творчества. То уже Пикассо, так как он вообще любил экспериментировать и рисовал везде и на всем, то для него этот материал очень подошел. Вот видите, у нас сразу получаются вот такие вот яркие. Здесь есть какие-то мелкие перышки. Вот видите, я их могу вот так вот прям набивать. Так, возьмем еще потемнее мелочке. И здесь просто важно смешивать пастель по тону, да, подбирать ее. Потому что можно использовать достаточно такие близкие по тону цвета. И будет очень живописная работа. Мы используем и теплые, и холодные цвета. Вот. Сейчас возьмем немножко такой более оранжевый цвет сюда добавим. Для живописности. Более темно у нас будет там, где у него переход из шеи в туловище. Здесь у нас уже пошла тень, поэтому я беру такой фиолетовый мелок. И буду накладывать, потом на него наложу и розовый мелок, да, и у нас все равно будет такая тень в этом месте. И сейчас мы с вами перейдем уже к перышкам. Чем хорошо еще рисовать на тонированной бумаге? Вы можете выбрать бумагу, которая будет вам сразу подходить под ваш рисунок, да. Допустим, это может быть, вот, допустим, у фламинго здесь такой зеленоватый фон. Вы можете сразу взять, затонировать бумагу, да, и рисовать только саму птицу, чтобы потом не тратить время на фон, да, не прорисовывать его. Так тоже можно. Масляная пастель завернута в бумагу, такая фольгированная бумага. И лучше всего ее отрывать постепенно. Как только у вас заканчивается мелок, вы ее немножко отрываете, потому что, чтобы не пачкать сильно руки, и между собой тоже пастель может пачкаться, если она будет без обертки. Вот я смотрю, что вот здесь вот на шее больше света, да, и я поверх уже того, что я сделала, добавляю пастель, и она у меня смешивается. И вот получаются такие оттеночки. Пастель расходуется достаточно экономно. Я думаю, что вам надолго ее хватит, поэтому и с удовольствием с вами будут рисовать и ваши дети. Смотрите, это очень увлекательная техника. Так, ну давайте мы сейчас с вами посмотрим на крылышки, как у этой птицы идут. Если мы посмотрим, то здесь у нас, посмотрите, есть прям такие фиолетовые, голубые оттенки, да, которые обязательно нужно использовать. И сейчас мы намечаем просто контуром крылья, и затем их прокрашиваем. Светлее, темнее, да, добавляя более холодные, более теплые, и будет живописная работа. Вот я намечаю перышки в разных направлениях. Они друг из-под друга. Сначала более короткие идут, потом более длинные. Смешиваю цвета. Где-то хочется более темный. Можно смешать с оранжевый, фиолетовый. Вот, перышко одно, видите, уже готово. То есть работать очень можно быстро. Добавим голубой оттенок. И нам серый может понадобиться. Вот он, голубой, сюда добавляем для яркости. Где-то немножко оранжевый тоже здесь хорошо пойдет. Самые верхние перышки, они более такие теплые. По цвету. Поэтому я в них добавляю оранжевый, видите, сверху я добавляю розовый, да, бледно-бледно-розовый цвет. Так, пойдем сейчас делаем вот эти вот перышки. Более уже такие длинные. Они у нас здесь и с голубоватым, и сиреневатым оттенком. Поэтому я тоже сейчас все это буду добавлять. И между собой тоже их немножко смешивать. Один цвет накладываю на другой. И такое механическое смешивание цветов. Где-то можно даже оставлять сам контур черный, да, вот если эта работа, скажем так, будет более декоративная, то можно и контур не закрашивать. Вот если у вас бумага черная, вы можете оставить контур. Если синяя, соответственно, можно оставить и синий контур, тоже будет хорошо. Клюв у нас такой голубоватый-сиреневатый, значит, мы берем оттенки сразу вот голубой, фиолетовый, серый мелок. Все они нам сейчас понадобятся. И начинаем рисовать ими, постепенно заполняя всю работу. Так, здесь у нас пойдет уже более такой розовый оттенок. Ну и, в общем-то, можно работать достаточно быстро, да. Если вы потренируетесь, у вас обязательно получится тоже очень быстро работать. Добавляем черный в клюв. Даже если вот бумага черная, мы добавляем, то получается такой очень красивый матовый эффект. Если мы просто оставим бумагу, такого эффекта не будет. Так, и смотрите, и можно черным мелком рисовать по работе. Вот мне нужно сделать ему клюв, сделать ноздрю. Здесь мы тоже сейчас глазик намечаем. Глаз у него такой желтоватый-зеленый. Возьмем вот такой вот оттеночек. И внутри сейчас зрачок мы сделаем тоже черный. Конечно, мелкие, они достаточно такие толстые, да. То есть не получится ими, скажем так, очень детализировать. Можно брать какие-то карандаши. Ну, вот пастельных, масляных карандашей нет. Можно, допустим, взять уголь, если что-то вам нужно уточнить. Но, с другой стороны, то, что нет такой возможности очень детализировать, да. Мне это тоже нравится. То есть где-то можно не особо прорабатывать без такого реализма. Вот, но работа все равно получается очень такие красивые, яркие. Так, ну, смотрите, наш клюв уже готов. И сейчас мы с вами доработаем перышки и займемся фоном. Фон можно сделать такой, как на фотографии у меня. А можем немножко пофантазировать, добавить цветов. Можем добавить листья. И точно так же в листья мы добавляем с вами разные оттенки. Это могут быть зеленые, это могут быть голубые. И они вот так вот смешиваются, и получаются такие немножко новые оттенки, да. Чтобы она была более такая у нас насыщенная и живописная. Так, и давайте сейчас мы добавим еще каких-нибудь цветочков. Что-то, может, более такими цветами. И смешиваем, дополнительно сюда добавляем еще какой-то новый мелок. И полностью закрываем мелом. И давайте сейчас мы сделаем фон. Значит, фон можно точно так же делать, скажем так, достаточно сильно. Сильно нажимать на мелок, на пастель. А можно более так легко. И говорю, что можно растереть потом этот фон еще и ватной палочкой, для того, чтобы он был такой равномерный. Так как у нас это масляная пастель, есть еще один способ, как можно сделать фон более равномерным, если у вас такое будет желание. Можно использовать разбавитель для масляных красок. И тогда он разбавляет водой, потому что мы не можем разбавить масляную пастель. А вот разбавитель для масляных красок очень даже нам в этом поможет. Ну вот, смотрите. И сейчас мы закроем фон, и наша работа будет с вами готова. Ее можно сразу оформлять. Накладываем один цвет на другой, и это нам помогает получать и новые оттенки. Смешиваю сразу цвета, друг с другом один накладываю, другой накладываю. Где-то я могу полностью прокрасить, а где-то я могу оставить контуром. Ну вот, наша работа с вами готова. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Наш ламинго готов. Давайте пробовать рисовать масляную пастелью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова